Вагинальная инфекция Вагинальная инфекция появляется в виде таких неприятных симптомов, как зуд, жжение, появление белых творожестообразных выделений из влагалища. Всему причиной является грибок кандида. Этот грибок в каком-то количестве имеется в организме у каждого человека. Когда в результате каких-нибудь причин происходит изменение в кислой среде влагалища, это может привести к бурному росту присутствующих там грибков, что приводит к появлению вышеописанных симптомов. Причины Изменения во влагалищной среде могут происходить по разным причинам. Часто они вызываются антибиотиками, принимаемыми по поводу другой инфекции. Антибиотики уничтожают бактерии и другие микроорганизмы, которые обеспечивают кислую среду во влагалище. Равновесие нарушается и в результате развивается грибковая инфекция. Сходные симптомы могут вызвать и другие гниеродные микроорганизмы, например, трихомонады. Некоторые химические вещества также могут вызывать развитие влагалищных инфекций. У части женщин развиваются аллергии к средствам для спринцевания, духам или дезодорантам, содержащим эти духи. Тампоны, презервативы из латекса, средства, разрушающие сперматозоиды, также могут вызывать симптомы, сходные с симптомами развития грибковой инфекции. Устранение вызвавшей его причины обычно достаточно для решения проблемы. Риск развития грибковой инфекции влагалища повышается при любом факторе, ослабляющем организм женщины. Внимание! К этим факторам относятся менструация, но это естественно, особенно ее конец. Низкий уровень гормона эстрогена, период менопаузы, разного рода стрессы, то есть эмоциональное волнение. Использование оральных контрацептивов или кортикостероидов, которые искажают нормальный гормональный фон организма женщины. Внимание! Питание и влагалищные инфекции. Женщины, любящие плотно и вкусно покушать, особенно сладости, чаще страдают от влагалищной грибковой инфекции, чем те, кто потребляет меньше быстро усваивающейся пищи, то есть с высоким гликемическим индексом, это пища, которая быстро усваивается, углеводы так называемые. Смешанное питание, белки с углеводами также создают предпосылки для инфекции. Углеводы и белки вступают между собой в химическую реакцию, называемую реакцией Майярта. В результате ее образуются вещества, замедляющие процесс обновления тканей организма. Шлаки – пища для бактерий. Отсюда во время питания надо соблюдать правила сочетания пищевых продуктов между собой. Лечение. Сразу же применяйте лечение с помощью полыни и урины, а также лучше пройти несколько курсов противопарокситарного лечения. Если в течение нескольких месяцев у вас было 2 или 3 случая возврата инфекции, то следует пройти курс лечения вашему сексуальному партнеру. Не забывайте лечить и партнера. Знайте, что вы можете с данного инфицироваться через рот вашего партнера при поцелуе или его семенной жидкости. Профилактика. Для предотвращения повторного развития вагинальной инфекции необходимо установить причину, которая снижает кислотность влагалища. А до этого я вам рассказывал и о лимфатической системе. Тем более, если там имеется какая-то эрозия. Мне же следующие рекомендации помогут сохранить женщине нормальную кислотность влагалища. Всегда носите трусики из хлопка или, по крайней мере, со вставкой из хлопка, которая препятствует образованию щелочной среды на половых губах. Гнилостный неприятный запах указывает на образование щелочной среды благоприятной для гниридной инфекции. По этой же причине избегайте носить колготки и другие прилегающие предметы одежды в летнее время. Не ходите долго в мокром купальнике. Теплая и влажная среда особенно благоприятствует развитию грибков. Не ешьте слишком много сладкого. Это может изменить ПАЖ влагалище и создать условия для размножения грибков. Чтобы восстановить кислотную среду влагалища, попытайтесь воспользоваться спринцеванием со свежей или упаренной уриной. Изменение ПАЖ при первых признаках грибковой инфекции может оказаться достаточным для ее устранения. Можно воспользоваться специальным составом для спринцевания, содержащим полынь. Раствор лиоли 5 капель йода на 100 грамм воды, который убивает грибки. Ну и вот к этой рекомендации как-то насчет полыни я согласен, а вот насчет лиоли я бы не это. Не решился бы использовать. Очень осторожно применяйте антибиотики, а лучше вообще откажитесь от них. Есть масса других средств для поддержания женского здоровья. Воздерживайтесь от половых сношений во время лечения грибковых инфекций. Рекомендуют в день съедать стакан йогурта, который содержит культуры, бактерии, лактобактерии. И в три раза уменьшает вероятность повторных инфекций. Я бы сказал не столько йогурта, а кефира, натурального кефира. Потому что в йогурт добавляют сахар и он уже как бы становится более приятный на вкус. Но что касается вот именно такого лечебного профилактического действия, оно утрачивается. Кейфир. После принятия ванны, душа или купания тщательно вытирайте кожу вокруг половых органов с сухим полотенцем. Вытирайте с движениями спереди и назад, чтобы избежать заноса бактерий из области ануса во влагалище. Уж извините за такие подробности. Пользуйтесь личными туалетными принадлежностями, полотенцем, мылом, мочалкой и так далее. И не давайте их другим. Избегайте пользоваться различными средствами. Маслом для ванны, гигиеническими спреями, пудрами, которые могут раздражать кожу вокруг воли. Научитесь бороться с эмоциональными потрясениями и вообще не будьте чрезмерно эмоциональны. Вот такие советы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok